МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это итоговая программа «Город» в студии Виктория Невская. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Качество общего образования будут повышать. В Выборге прошел ежегодный августовский педагогический совет. Специалисты дали добро. О готовности выборских школ к новому учебному году рассказали на пресс-конференции. Темпы высокие. Перспективы развития физической культуры обсудили в Выборге. В Рощино завершил свою работу 19-й фестиваль средств массовой информации Ленинградской области, проходивший на территории загородного отеля «Райвала» с 26 по 28 августа. Традиционно в нем принимали участие сотрудники областных редакций, специалисты пресс-служб региона, руководители региональных и городских СМИ, представители органов государственной власти и общественных организаций. В программу были включены мастер-классы, круглые столы и работа по секции. Участники говорили на актуальные темы, обменивались опытом и рассуждали об особенностях работы СМИ в кризисное время. В рамках фестиваля прошла встреча журналистов с первым вице-губернатором Константином Патраевым, председателем Комитета по печати и связям с общественностью Андреем Радиным и временно исполняющим обязанности губернатора 47-го региона Александром Дрозденко. Финальным аккордом стала церемония награждения лучших работников средств массовой информации Ленинградской области. Была среди награжденных и медиагруппа «Наш город». Работе коллектива дана высокая оценка. Кроме того, сотрудникам редакции выручили ценный приз – фотокамеру. К новому учебному году готовы. В Выборге состоялся ежегодный августовский педагогический совет руководителей образовательных учреждений района. К его работе подключились депутаты областного законодательного собрания, представителей районной администрации, власти, ряда городских и сельских поселений. Участники совещания вместе порадовались успехом системы образования и наметили пути решения существующих проблем. Обо всем подробнее в сюжете Людмилы Перминовой. Проведение педагогического совета – верная примета наступающего нового учебного года. Августовская встреча руководителей образовательных учреждений началась с исполнения гимна Российской Федерации. Затем с приближением учебной поры их поздравил глава Губерского района Александр Лысов, отметивший существенные достижения сферы образования в минувшем году. Для того, чтобы она продолжала развиваться не менее успешно, региональные и местные власти направили значительные средства на укрепление материальной технической базы учреждений. Областной местный бюджет в этом году выделил 35 миллионов 177 тысяч. И очень многие школы это почувствуют, потому что в 31 школе, в 29 детских садах и в 3 образовательных учреждениях были проведены определенные работы. Также надо отметить, что большой вклад денежный, финансовый внесли и наши уважаемые областные депутаты. 45 миллионов 575 тысяч – это значительная сумма. Информацию об итогах минувшего учебного года и планах на предстоящий довела до присутствующих председателей районного комитета образования Ольга Корвелес. Вначале она детально остановилась на ситуации в дошкольном образовании, поскольку одна из главных задач, стоящих сегодня – сделать его более доступным. Для этого в Выборгском районе установлен один из самых низких в регионе размеров оплаты за содержание ребенка в детских садах – 75 рублей в день. Сегодня эти учреждения посещают почти 8,5 тысяч малышей. За последние 5 лет цифра увеличилась примерно на 1300 человек. Чтобы максимально удовлетворить потребности молодых родителей в дошкольном образовании, в районе активно используются альтернативные формы работы. Востребованы группы кратковременного пребывания с режимом работы от 2 до 5 часов, которые открыты в муниципальных детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования. Это адаптационные группы для раннего возраста, группы выходного дня, группы развития, группы предшкольной подготовки для детей старшего дошкольного возраста, не посещающих детские сады. В нашем районе работает 39 групп кратковременного пребывания, которые посещают 522 ребенка. Тем не менее, заветного места в детском саду сегодня дожидаются более 200 жителей Выборга в возрасте от полутора до трех лет. Решить эту проблему поможет ввод в эксплуатацию новых дошкольных учреждений, а также открытие адаптационных групп кратковременного пребывания. В прошлом году они действовали в шести детсадах. Что касается ситуации с общим образованием, то и здесь есть как свои плюсы, так и минусы. К бесспорным достижениям Ольга Корвелес отнесла награждение 53 выпускников школ медалями за особые успехи в учении, а также высокие результаты на единых госэкзаменах. Впервые 83 выпускника показали высокобальные результаты по различным предметам, от 90 баллов и более. В прошлом году их было только 42. В 2015 году в целом по району удалось показать результаты вышеобластного показателя по русскому языку, истории, биологии и английскому языку. Вместе с тем выпускники ряда школ ежегодно демонстрируют результаты ниже, чем в среднем по области и району. Поэтому повышение качества общего образования Ольга Корвелес поставила во главу угла. Возможно, отчасти решению данной задачи будут способствовать 15 молодых специалистов, которые пополнят коллективы учреждений в наступающем учебном году. Кроме того, планируется усовершенствовать работы по выявлению и сопровождению одаренных детей. Есть у педагогов и другие наработки. В ходе заседания лучшие работники отрасли были отмечены наградами Министерства образования и науки России, Правительства и Законодательного собрания региона, а также главы районной администрации. Звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» присвоено заместителю председателя районного комитета образования Елене Чудаевой. А Совет руководителей образовательных учреждений выразил благодарность Александру Лысову за оказываемую поддержку и реализованный проект «Память», инициатором которого он являлся. Семьсот первоклассников сядут 1 сентября за парты в школах Выборгского района. Свои двери для них распахнут 37 образовательных учреждений. Об этом говорили на традиционной пресс-конференции с участием руководителей местной власти и комитета образования. Всего в Выборгском районе в новом учебном году будут получать знания порядка 15,5 тысяч школьников, почти 8 тысяч в городе Выборге. Всех их обеспечат учебниками. Как рассказала председатель комитета образования Ольга Корвелес, большое внимание при подготовке к новому учебному году уделено совершенствованию материально-технической базы. На проведение ремонтных работ израсходовано более 80 миллионов рублей из областного и районного бюджетов, из фондов депутатов законодательного собрания региона. Особое внимание в нашем районе уделяется развитию материально-технической базы для развития у детей физической культуры и спорта в наших образовательных организациях. И так в 2015 году выделено более 24 миллионов рублей. А именно по реализации мероприятий государственной программы современное образование Ленинградской области 5 миллионов рублей на ремонт спортивного зала и приобретение оборудования инвентаря в Кирилловской школе. Продолжаются работы по реконструкции спортивной площадки в Выборге между школой номер 7 и 11 гимназией. В рамках программы по реновации старых школ отремонтирован спортивный зал в Светогорской школе. Два стадиона строятся в рамках инвестиционной программы «Газпром детям» в поселке Красная Долина и у школы номер 12 в Выборге. Школьный автопарк в этом году пополнят два новых автобуса в поселках Коробицыно и Возрождение. Приобретено оборудование для кабинетов физики, истории и общества знания, обновлена компьютерная техника. В рамках пресс-конференции Ольга Корвелес рассказала о кадровых изменениях. У нас проведены конкурсные процедуры и по результатам конкурсов назначены новые руководители. В Приморской средней школе это Мельник Василий Владимирович, в школе Возрождения Винокурова Елена Геннадьевна и в Карабицынской школе Нестерова Светлана Леонидовна. В этом году в наше образовательное учреждение приходит 15 молодых специалистов. В основном это выпускники наших средних и высших образовательных учреждений. Вакансий педагогов нет на 1 сентября, у нас стопроцентная обеспеченность кадрами. При подготовке к новому учебному году уделено внимание модернизации дошкольных учреждений. Более 30 миллионов рублей израсходовано на приобретение пособий, игрушек, игр и оборудования. Малышам, которые посещают детские сады, а это почти 8,5 тысяч детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, будет еще интереснее. В этом году в дошкольные учреждения Выборгского района впервые придут 1880 человек. Очередь на сегодня сохраняется лишь в городе Выборге. Если говорить о динамике сокращения очереди, то для сравнения я назову только две цифры. В 2011 году очередь составляла 1349 детей, и в 2015 году это количество составляет 209 детей. То есть очередь уменьшилась на 1140 детей. За этим стоит очень серьезная и кропотливая работа – это создание дополнительных мест в наших детских образовательных учреждениях. На пресс-конференции говорили также о развитии кадетского движения в школах Выборгского района. 12 классов и 9 отделений уже работают, а в этом году будут открыты еще два – в Первомайском образовательном центре и школе номер 12 Выборга. В заключение руководители сообщили, что все образовательные учреждения Выборгского района прошли проверки. Образовательный процесс в них начнется вовремя. Вероника Когут, Валерий Притяжнюк, Медиагруппа «Наш город». 13 сентября в единый день голосования в Ленинградской области состоятся выборы губернатора 47-го региона. Всех избирателей в Выборгском районе – это около 147 тысяч человек – будут ждать на избирательных участках. Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет посетить участок в назначенный день, со 2 сентября откроется досрочное голосование. До 8 сентября включительно граждане могут прийти в территориальную избирательную комиссию по адресу Выборг-Крепостная, дом 35 и сделать свой выбор. По будним дням досрочное голосование будет осуществляться с 16 до 20 часов, по выходным с 10 до 14 часов. Все приглашаем граждан, которые хотят отдать свой голос, хотят использовать свое право избирательное, приходите и проголосовать у нас, если они уезжают куда-то в командировку, в отпуск, будут задействованы на учебе и так далее. С 9 по 12 сентября включительно досрочное голосование будет осуществляться в участковых избирательных комиссиях по месту жительства граждан. Время тоже по будням с 16 до 20 часов, по выходным с 10 до 14 часов. День Выборга и Выборгского района с размахом отметили горожане и гости. Празднование совпало с Днем государственного флага Российской Федерации, что придавало мероприятиям особый колорит. С утра и до позднего вечера на городских площадках проходили всевозможные мероприятия, акции и концерты. Подробнее в следующем сюжете. Город воинской славы Выборг отметил день рождения. В этом году организаторы празднования постарались сделать его максимально насыщенным и интересным для горожан и гостей всех возрастов. Стартовала программа традиционно с детского блока. На Красной площади для самых маленьких с утра начали работать всевозможные аттракционы, проходили мастер-классы и, конечно, интерактивно-развлекательные мероприятия. Для детей пели и танцевали их сверстники – воспитанники выборгских творческих коллективов. В полдень торжественная церемония прошла на площади выборгских полков. К стелле – город воинской славы. В память обо всех, кто грудью вставал на защиту родных рубежей, легли красные гвоздики. В возложении принимали участие руководители правительства Ленинградской области, местной власти, областные парламентарии, главы администрации городских и сельских поселений, жители города и района. Тем временем у Дома культуры готовилось стартовать масштабное шествие. По традиции в нем принимали участие представители администрации, депутаты, делегации всех городских и сельских поселений, представители общественных организаций и предприятий, выборгские школьники, кадеты и спортсмены. Люди поздравляли друг друга и делились положительными эмоциями со всеми окружающими. Каждая группа старалась выделиться из общей массы. Участники шествия надели разноцветные шарфики и кепки. Многие выбрали в качестве атрибутов яркие зонтики и воздушные шары. Так торжественные, так красивые, такой наш замечательный праздник, у нас замечательный город. Знаете, мои ветераны все вот там ждут, встречают, радуются сегодняшнему празднику, сегодняшнему замечательному тюль. Это только открытие, знаете, просто я даже не знаю, как вам высказать свою благодать. А молодежи сколько, а сколько ребят. Это что-то такое. Я хочу вам всем пожелать праздникам здоровья, успехов и всем моим ветеранам тоже. Я хочу поздравить от себя лично, от всей делегации Первомайского поселения, жителей Выборгского района, города Выборга, с замечательным праздником, здоровья всем, благополучия, счастья в жизни, повеселиться сегодня, хорошего настроения и всем нам благо на долгие годы. Я в Выборге 44-го года живу и, конечно, радует, что город существует, что сегодня день рождения, что день рождения флага саппала и погода хорошая. Всех поздравляю и желаю всем здоровья. Всех участников шествия встречали на рыночной площади, где состоялась официальная часть празднования. Под звуки гимна России в небо взмыл российский триковор. Первый вице-губернатор Ленинградской области Константин Патраев зачитал поздравительную телеграмму от федерального правительства. Для каждого из нас российский флаг – это частица Родины, это символ величия нашей страны, символ нашего единства. Мы должны беречь и защищать наш флаг, как должны беречь и защищать свою страну. Территория молодежи, город студенчества, спортивная столица Ленинградской области. В адрес Выборга в этот день звучали самые теплые слова. Кстати, в недалеком будущем Выборгский район получит еще один толчок для развития спорта. В поселке Рощино построят тренировочную базу для чемпионата мира по футболу, который будет проходить в нашей стране в 2018 году. Глава муниципалитета Александр Лысов в своем поздравительном слове особенно тепло приветствовал ветеранов и семьи, в которых в эти праздничные дни появились дети – маленькие граждане своего государства. Он призвал всех жителей района беречь малую родину – Выборгский район. Он может быть только тогда красивым и замечательным, когда каждый из нас будет чувствовать себя как хозяин в своем доме, в своей квартире. Когда мы будем наводить порядок здесь, и тогда город наш расцветет. Я обращаюсь к ветеранам Выборгского района, я обращаюсь к молодежи среднего поколения. Бережем и восстанавливаем город и район. Всем вам счастья, здоровья, успеха и удачи. Жителей Выборгского района приветствовали также епископ Выборгский и Приозерский Игнатий, финские гости, депутаты областного парламента Олег Петров и Владимир Цой, которому досталась почетная миссия – поздравить молодоженов. В этот светлый и яркий день несколько пар сыграли свадьбы. На главной городской сцене они станцевали свой первый танец, растрогав участников праздника. Поздравления перемежались с музыкальными композициями. Выборгские артисты подготовили ко дню города и района целую вокально-танцевальную феерию с яркими костюмами, цирковыми выступлениями и дождем из конфетти. В течение всего дня на рыночной площади работал большой парк аттракционов, книжная ярмарка в рамках семейного фестиваля «Выборг. Открытая книга», выставка военной техники, которую демонстрировали военнослужащие Выборгского гарнизона. Не было отбоя от желающих сфотографироваться с пулеметами, автоматами Калашникова и градом, примерить военную амуницию. В парке культуры и отдыха традиционно развернулся городок мастеров. Незабываемой мелодией в парке играл Выборгский оркестр. На Красной площади в течение нескольких часов проходил танцевальный фестиваль и выступления юмористов, участников проекта «Стендап Петербург». Жителям города Выборга и Выборгского района повезло жить, учиться, работать в этом замечательном месте. Это огромное счастье, потому что у нас действительно уникальный и потрясающий город. Мы его очень любим и я хочу пожелать всем жителям города оберегать его, хранить и быть достойными гражданами нашего небольшого, но очень уютного и уникального города. Еще одним значимым подарком стал концерт популярной группы «Город 312». Музыканты исполнили как уже знакомые поклонникам песни, так и новые композиции. Рыночная площадь едва вместила всех, кто пришел на концерт. Казалось, будто все жители города оставили наконец свои дела и вместе празднуют день рождения любимого Выборга. Музыканты исполнили как-то, а в кинцове до роста и лифта, а в нерве. Рыночная площадь, а в кинцове до роста и лифта, а в нерве. Заключительным ярким аккордом масштабного праздника стал красочный фейерверк, который раскрасил небо над Выборгом. Вероника Кобут, Иван Лопатко, медиагруппа «Наш город». Праздник «Успение Богородицы» отмечают сегодня православные. 28 августа принято вспоминать день окончания жизненного пути Божьей Матери и радости соединения ее со своим Сыном Иисусом Христом. Сегодня утром во всех храмах Выборгского района, в том числе в Спасо-Преображенском соборе, проходили божественные литургии. Священнослужители облачились в голубые ризы. Эти одеяния, символизирующие чистоту и непорочность, надевают по праздникам, связанным с Пресвятой Богородицей. Верующие молились о том, чтобы Божья Матерь всем людям без исключения по их молитвам подала свою благодатную помощь. Этим же днем православные разговелись после двухнедельного Успенского поста. Чем заняться в выходные дни? Традиционно в Выборге в субботу и воскресенье будут проходить всевозможные культурные мероприятия. Продолжается семейный фестиваль «Выборг. Открытая книга». 29 и 30 августа в библиотеке «Алта» состоятся встречи с писателями. В субботу с 12 часов и до вечера в лекционном и читальном залах вас ждут Светлана Волкова, Андрей Кивинов, Олег Соколов, Александр Секацкий, Сергей Носов, Вадим Левенталь. В 19 часов состоится встреча с писателем-сатириком Семеном Альтовым. В воскресенье в библиотеке пройдут три встречи с Ильей Бояшовым, Марией Семеновой и Татьяной Москвиной. Литераторы презентуют свои новые книги, расскажут о себе и с удовольствием ответят на вопросы публики. Любители музыки могут посетить несколько концертов в рамках фестиваля «В сторону Выборга». 29 августа в 15 часов в соборе святых Петра и Павла будут представлены программы «Орган плюс виолончель» и «Баян плюс квартет». В 19 часов в библиотеке «Алта» зазвучит музыка Чайковского и Сибелиуса. В концерте примет участие заслуженный артист России пианист Алексей Гориболь. 30 августа в 16 часов в парадном зале гимназии состоится галоконцерт фестиваля. В парке Монрепо в субботу 29 августа пройдет фестиваль поэзии. С 14 до 17 часов к открытому микрофону приглашают желающих выступить поэтов и авторов-исполнителей. 30 августа в Выборгском замке состоится День Финляндии начало в 11 часов в программе концерт ансамбля кантелистов из финского города Эспо. И, наконец, сразу два мероприятия в предстоящий уикенд запланированы для тех, кто неравнодушен к братьям нашим меньшим. 29 августа в Доме культуры с 12 до 20 часов впервые будет проходить выставка котов и кошек из приюта «Второй шанс». Возможно, именно в этот день вы найдете настоящего преданного друга, которому подарите дом. Также питомцы приюта будут рады принять помощь, в том числе в виде корма, лежаков, наполнителей и прочих необходимых вещей. Ну а на стадионе «Водник» в северном поселке в субботу состоится международная выставка собак в программе «Смотры и выступления псов самых разных пород». Не пропустите! Теперь о спорте. Развитие спортивной отрасли Ленинградской области, в частности Выборгского района, обсуждали в парадном зале гимназии. Здесь состоялась встреча спортивной общественности города и района с представителями областного комитета по физической культуре и спорту Евгением Пономаревым и Аллой Беляевой. В работе принимали участие председатели районного спорткомитета Владимир Долгих, руководители спортивных федераций, тренерский состав и спортсмены. Подробнее в следующем сюжете. Наиболее актуальные вопросы, проблемы и механизмы их решения обсудили в формате живого диалога представители Выборгской спортивной общественности и профильного комитета правительства Ленинградской области. С руководителями федерации, тренерским составом и спортсменами встречу провели первый заместитель и заместитель председателя комитета по физкультуре и спорту 47-го региона. Евгений Пономарев, открывая встречу, подчеркнул, что за последние несколько лет отрасль значительно шагнула вперед, в том числе в плане финансирования. Еще три года назад совокупно финансирование на строительство непосредственно само физкультура и спорта было в районе 450-500 миллионов. Сейчас эта сумма консолидированного бюджета уже приближается к 2 миллиардам. То есть вы понимаете, что мы движемся в правильном направлении, мы строим объекты, мы развиваем спорт. У нас увеличивается количество федераций, у нас увеличивается количество видов спорта. В течение года на территории Ленинградской области было проведено более 600 спортивных мероприятий. Спортсмены 47-го региона показывают значительные результаты на аренах различного уровня. Многие, в том числе и выборские, входят в состав сборных команд. 20 представителей нашего региона в настоящее время готовятся к Олимпиаде 2016 года, которая пройдет в Бразилии. В числе наиболее актуальных проблем на встрече подняли вопрос стимулирования спортсменов. Многие ребята, которых взрастила Ленинградская область, впоследствии переезжают в северную столицу и выступают за Петербург. Участники обсудили также внедрение в Россию комплекса ГТО. Уже с 1 сентября этот процесс стартует во всех школах Ленинградской области. С начала 2016-го ученикам предстоит пройти тестирование. Но, подчеркнули представители спорткомитета, главное не количество, а качество. ГТО носит исключительно добровольный характер. Волнует спортивную общественность и вопрос оплаты труда тренеров. В этом году спортивная отрасль не попала в майские указы президента. Соответственно, преподавателям не положены дотации. Как, например, работникам других бюджетных сфер. Ребенок, попавший в спортивный зал, тот же ребенок, который полчаса был назад за школьной партой, он зашел в спортивный зал и тренер за него несет абсолютно такую же ответственность. Но вот этот перекос, мы над этим работаем. Губернатор собирал общественность. Эти вопросы буквально 17-го числа, эти вопросы все поднимались, прорабатывались. Это дано соответствующее поручение для того, чтобы выровнять эту ситуацию в Ленинградской области. Я думаю, что мы этот вопрос все решим. Говоря о развитии спорта в Выборгском районе, Евгений Пономарев отметил высокие темпы развития спортивной инфраструктуры. За последние несколько лет в муниципалитете были возведены большие спортивные комплексы, плавательный бассейн, площадки у 10-й и 6-й школ, стадион на проспекте Суворова. Авангард приведен в соответствии со стандартами. В этом году продолжается строительство спортивных стадионов между 11-й гимназией и школой номер 7 и у школы номер 12. Идут масштабные работы по строительству большого спортивного комплекса на Ленинградском шоссе. Завершить реализацию первой очереди проекта – это спортивный зал и два бассейна – планируется к концу года. Участники встречи обсудили также перспективы развития в области стрелкового спорта, возможность создания летнего лагеря для спортсменов, получение субсидий на строительство футбольных полей и оснащение центров тестирования ГТО. Завершилась встреча на приятной ноте. Выборгский спортсмен Максим Сухов, победитель и призер первенства мира и Европы и руководитель федерации Алексей Редаков передали главе 47-го региона Александру Дрозденко чемпионскую веломайку. Представители спортивных федераций и учреждений за большой вклад в развитие отрасли были отмечены грамотами и благодарностями спорткомитета Ленинградской области. Вероника Когут, Валерий Пресежнюк, Медиагруппа В предстоящий уикенд в Выборге и его окрестностях пройдет несколько значимых спортивных событий. Продолжаются чемпионаты первенства Ленинградской области по футболу. 29 августа на «Авангарде» состоится матч взрослых составов «Фаворит Тосна» начало в 16 часов. 30 августа молодежный состав Выборгского клуба сыграет с «Факелом» и «Скиришей» начало в 14 часов. 29 августа Вещево пройдет закрытие сезона стрит-рейсеров «Драгбитва-2015». Регистрация участников гонки начнется в 13 часов, старт первого заезда в 14.30. В этот же день в районе поселка Балтиец Селезневского поселения состоится приключенческая велогонка «Хистери Рейс». Протяженность маршрута 30 километров через обязательные контрольные пункты. Тем же, кто решит пройти всю дистанцию, предстоит преодолеть 80 километров. На этом наш выпуск завершен. Увидеть его еще раз, а также узнать, что осталось за кадром, вы можете в группе Выборг ТВ в социальных сетях и на сайте выборг.тв. Будьте с нами, будьте в курсе. А я благодарю вас за внимание. До встречи! В выходные дни в Выборге, по прогнозам синоптиков, осадков не ожидается. Температура воздуха днем плюс 17-19, ночью около 12. Ветер западный 5-6 метров в секунду. В Петербурге в субботу возможен слабый дождь, днем 16-18, ночью 13-15 градусов. Ветер западный 6-7 метров в секунду. В воскресенье в северной столице без осадков, плюс 18-20. В Лапейнранте выходные без дождя, днем плюс 17-19, в ночное время 10-12. Ветер южный 4-5 метров в секунду. В Хельсинге в субботу и воскресенье вероятны незначительные осадки. Днем плюс 16-18, ночью 10-12 градусов. Ветер западный 5-6 метров в секунду.